Ну что ж, продолжим с нашим градусником дальше. Для чего мы сейчас делаем вот эту площадочку, на которой будет всё лежать. Так, вот, посмотрите, где она находится. Трубочку. И вот эту капсулу с ртутью. Отлично. Поняли задачу, начали. Берём тоже квадрат. Я его сейчас снижаю очень сильно. Вот так. Вытаскиваем наружу, чтобы удобнее было работать. Вот так сделаем. Так. Вот этот вид. Так-так-так. Ага. Ну, давайте вот это вот подведем, чтобы видно было. Вот так. Вот так. Сейчас работать, чтобы удобненько, жидненько. Так, кубик мы сказали, да? Ну, по длине он вот так. Так-так-так-так-так. И по высоте он нам нужен побольше. Так-так-так-так. Ну-ка-так-так. И это много. Это уже явно. Вот так будет в самый раз. Так, и нам надо бы его разделить. Вот здесь, допустим, на по высоте парочку мы сделаем. Так-так-так как мы не видим, нам надо вот это поставить. Так-так-так как мы видим, нам надо вот это поставить. Так, иногда бывают странные вещи, конечно. Вот так я хочу видеть. Обычно это вот здесь на четвертый раз. И мы можем видеть, сколько раз что поделилось. А в этот раз почему-то нет. Какой-то косяк. Ну и да ладно. Не сильно хотели. Можем сейчас сделать из него объект. Наделать тут. Сколько уж. Ну, допустим, вот раз. И два. И так же здесь вот. Раз. И два. Такие кубички. Так. А это я сделал для того, чтобы... Ну, поделались. Брать какие-то сбои непонятные. Ну, ладно. Не будем заостряться на этом. Просто-напросто сейчас возьмем вот эти вверх. Вот так сюда подвинем. Так. И вот эти подвинем. Таким образом сделаем такое закругление. Какое нам и нужно было. Так. А ее, может быть, надо чуть-чуть-чуть поуже сделать. Саму площадочку эту. Ну, прям вот так. Вот так и будет достаточно. Отлично. Это готово. Я к тому, что вот эти, может быть, надо подвинуть. Секунду. Выделить. Я надеюсь, все удается. И подвинуть вот сюда. На самый кончик, где будет лежать труба. Теперь посмотрим соотношение. Трубочки. Трубочки. Трубочка довольно-таки тонкая. И полая. Вот. Да. Ну, давайте сделаем полую. Что ж теперь. Так, ориентироваться, что вот такая должна быть толщина эта трубочка. Сейчас сделаем трубочку. Возьмем трубочку. Какую нам лучше взять? Ну, конечно, наверное, цилиндрик. Так. Сразу смотрим. Цилиндрик. Тоже его вытащим, скорее всего. Из плена. Так. Где-то, дорогой. Выходи. Вот. Ну, теперь можем работать. Так, 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 так. Ну, ясно, что нам нужно совсем-совсем гузенький цилиндр объект. И начнем. Сначала мы его сузим. Вот таким образом. Теперь мы его увеличим. Здесь он достаточно должно быть. А там, ну-ка. Ну, там может быть чуть-чуть побольше. Где-то вот так. И теперь, значит, тогда... Так, стоп. Теперь нам надо... Надо, 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 надо нам теперь увеличиться вот сюда. Так. Найти в кап. И сказать, что нам нужно здесь, в самом цилиндре, сделать еще одно. Вот так. Теперь выбираем этот. Это лучше с полигонами сделать. Вот так. Расширяем. И гоним в самый низ. Вот здесь будет надо видно. Хорошо. Погнали. Зажимаем. И гоним почти до самого низа. Вот так. Отлично. Теперь выделяем все точки. Точки выделили. Вот так. И я советую сразу пойти вот сюда. Optimize. Перейти в ребра. Сказать, что нам нужен лоб ребра. И вот тут поймать этот ребро. И его забивилить. Вот так. Потом еще раз ребрышко поймать. Ребро. Select. Оп. Еще раз. Вытянем его с помощью. Еще раз. Меньше. И таким образом получим более-менее скругленный низ. Отлично. Так. Ну а тут нам потребуется с вами просто-напросто капсула. Вот сейчас мы ее возьмем. Тоже выведем ее, чтобы видно было все. Ну и естественно, она нам такая не нужна. Посему мы сейчас начнем с ней работать. Сделаем тоненькую ее. Подвинемся она вверх. Так. Ага. Может быть, чуть побольше. Вот так. Да. Вот так. И подлиннее. Вот так. Готово. То есть, модельная часть у нас присутствует. Теперь надо пойти в иллюстритер. И там нарисовать шкалу. И потом все соберем. И все. Я покажу вам конечный результат. А, забыл совсем. Тут надо дырки сделать. Ну, дырочки, я думаю, будет сделать несложно. Тут достаточно, наверное, пойти вот сюда. Так. Выделить это. Подвинуть. Малость. Хочу выделить ряд. Тоже сюда. Вот так. Парочку вот эту раздвинуть. Ну, и эти вот эти тоже. Ну, если много, то можем назад фирмать. Вот так. Вот так сделаем. Так. Теперь перейдем в этот. И выделим эти два. И с помощью моста, то есть брюки. А, тут не водим. Тут надо водить. Тут надо водить. Так. Нам надо сейчас пробить эти две дырки. Делать это с помощью Вот. Ах ты. С помощью вот этого инструмента Bridge. Оттянем сюда. Нет, так нету. Есть. И вот тут надо просто аккуратно немножко делать. Тут третички мы получили. Теперь нам надо загибульки сделать. Так. Загибульки, загибульки. Как же их лучше сделать-то? Можно сделать, наверное, из чего их лучше сделать. Сейчас подумаю. Ну и с этими захватами, я думаю, тоже мудрить не будем. Возьмем сейчас вот тубу эту. Так. Сейчас. Мы видим ее на чистую воду. Вот сюда, допустим. Так. И отведем, куда нужно, вот сюда. Так. Далее займемся тем, что начнем уменьшать радиус. Это нам поможет, наверное, на вот этот вид. Так. Радиус. Мы сейчас сделаем чуть больше. Вот здесь имеют радиус. Высоту подклоним по ширине этих. Так-так-так. Вот так. Окей. Смотрим теперь, что у нас там за радиус. Ставим, куда нужно. Еще раз подклиняем радиус. И теперь делаем тонкие стенки. Ну, допустим, вот так. Еще подклиняем чуть-чуть высоту. Я жду, потому что у нас слишком большая. Вот так. Кличненько. Здесь мы можем сделать слайс. То есть разрезать это все. Вот до такого состояния. Отпустим еще. Так. Смотрим, что еще. Отодвигаем. Сюда. это вполне достаточно и слайс еще немножко увеличим до нужного нам мелочи скажите но как бы они нужны эти мелочи все хорошо вот так мы это сделаем и теперь просто-напросто зазеркалим это дело симметрия теперь все составные части у нас готовы осталось я сказал пойти в иллюстретор сделать шкалу и все вместе собрать до следующего раза пока